В Металлургическом районе сотрудники полиции ищут лихача, который устроил краш-тест автомобилем на парковке. На огромной скорости он протаранил две машины, едва не столкнулся с газелью и скрылся с места ДТП. Следователи теперь изучают записи с камеры видеонаблюдения. Участок дороги напротив дома номер 5 по улице Первого спутника. Внезапно на огромной скорости в кадр влетает внедорожник. Автомобиль, видимо, занесло и машина таранит две припаркованные легковушки. Багажники в смятку. Затем, как в компьютерной игре, водитель давит по газам и на своем разбитом авто скрывается с места аварии, едва не протаранив газель. Как рассказал хозяин одной из пострадавших иномарок, перед этим лихач чуть не сбил ребенка. Китайский ховер ехал по первого спутника с огромной скоростью. На пешеходном переходе выходила девочка лет 14. И, в общем, он то ли ее обруливал, пытался уйти от столкновения и, получается, врезался в мой автомобиль и рядом стоящий. После ДТП водитель скрылся в близлежащих дворах, где бросил машину. Вместе с ним из салона, по словам очевидцев, выбежали еще двое – парень и девушка. Судя по всему, молодые люди были в неадекватном состоянии. А в Магнитогорске на пересечении улиц Металлургов и Горького ВАЗ на скорости едва не совершил лобовое столкновение. Хозяин видеорегистратора в последний момент сумел среагировать и избежать мощного удара с 99-й. По словам автора ролика, водитель за управлением отечественной легковушки был пьян. А на улице Цвилинга водитель УАЗа решил срезать на повороте. Чтобы не ждать на светофоре, шофер объехал стоящие машины по обочине. Причем в этот момент для него загорелся красный сигнал светофора. А на Комсомольском проспекте жители района возмущены наглыми маршрутчиками. Микроавтобусы с пассажирами ездят не по дороге, а по дворовым территориям. Видимо, так объезжают пробки в час пик.